Праздник труда 1 мая – день, когда мы благодарим каждого, кто предан делу, ежедневно своим трудом вносит вклад в процветание первой региона и нашей синёкой республики. В городе над Бугом празднование 1 мая прошло в городском парке культуры и отдыха. На сцене летнего амфитеатра состоялась церемония награждения победителей областного конкурса профессионального мастерства лучшей в профессии. Хочу поздравить всех с праздником труда, с праздником весны. И мы традиционно здесь в Бресте проводим этот праздник в парке, который ещё недавно назвал, как мы говорили, парк 1 мая. В этом году есть своя особенность. Мы ввели новые номинации. Она звучит очень просто. Лучше, лучше в своей профессии. И 34 человека, которые сегодня получат свои Оскары, трудовые Оскары, я думаю, что запомнят этот день навсегда. А для других это будет хороший повод стараться работать ещё лучше. 34 представители различных направлений деятельности – от строительства, торговли, связи до энергетики, здравоохранения, образования – получили свои награды из рук председателя Брестского областного объединения профсоюзов Александра Робучука. Все лауреаты – настоящие труженики своей профессии, своим примером они повышают её престиж, вовлекают молодёжь и развивают партнёрство. Я участник последних 15 лет на базе домов-интернатов. Среди 10 домов-интернатов области проводится через 5 лет конкурсы. И последние 15 лет у меня всегда первое место. Уровень наших конкурсов высок, ресторанный прям. Ну мы же готовим простую пищу. Хлеб, да, каша, пища наша. А вот на конкурсах мы показываем всё своё мастерство. Очень красивые блюда, банкетные сервировки. Вот последние 15 лет с моим участием я занимаю первые места среди домов-интернатов в области. Прекрасный праздник, день труда, много людей, все пришли отметить, посмотреть концерт, много награждающихся людей. Это очень приятно, что все в своём профессиональном труде достигают каких-то успехов, достигают таких высок, что их отмечают на таком высоком уровне. Человек славен трудом. Я считаю, что самое главное – это трудиться, повышать свой профессионализм, постоянно развиваться в своей профессии. Что мы делаем? Ну мы даём газ людям, тепло людям. Конкурс «Лучшие профессии» проводится в первом регионе в 12-й раз. Номинантов выдвигают 13 первичных профсоюзных организаций области. В нынешнем году организаторы несколько изменили формат конкурса, что позволило расширить профессиональный состав его участников. К примеру, добавить число вариатов премии работников средств массовой информации и иных, не включённых ранее, отраслей. Отмечена номинация среди работников средств массовой информации полиграфической отрасли. Работаю в Кружанской районной газете, работаю в ней уже четвёртый год, после окончания университета сразу. И нужно сказать, что, наверное, сегодня районная газета – это не просто классическая газета, которая выходит на 8 страницах в среду и на 16 в субботу. То это универсальные СМИ, потому что мы представлены в интернете, где новости выходят не просто сегодня на сегодня, а сейчас на сейчас. И хочется сказать, что этим же, собственно, и занимаюсь. Плюс ко всему, наша газета готовит выпуск новостей на Радио Брест еженедельно. Этим тоже занимаюсь. У нас есть свой YouTube-канал, который мы стараемся развивать. Но как бы там ни было, всё равно центральной темой материалов остаётся человек труда, человек-труженик. Мне очень приятно побывать на таком празднике. Очень хорошо, что в нашей стране чтят тружеников. Хочу поздравить всех с праздником и пожелать хорошего настроения и здоровья. После торжественной части прошёл праздничный концерт, где выступали лучшие коллективы города над Бугом, а также приглашённые гости. Письма, письма лично на почту, на шумно. Я роман с продолжением и шумною. Знаю точно... Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Субтитры создавал DimaTorzok